Итак, четвёртый день перемирия в Донбассе. Однако, остаётся напряжённая обстановка в районе посёлка Широкино на территории самопровозглашённой Луганской республики. Ситуацию на Мариупольском направлении за минувшие сутки можно охарактеризовать как напряжённую. Силовики батальона АЗОВ не оставили попыток взять под контроль населённый пункт Широкино. Дело в том, что там сейчас на данный момент находятся как подразделения армии ДНР, так и силовики батальона АЗОВ. Между ними периодически происходят перестрелки. Надо сказать, что самим бойцам ополчения, бойцам армии ДНР запрещено вести какие-то атакующие действия и пробовать оборону соперника на протяжении батальона АЗОВ. Ну, если за сутки взять где-то, ну, разов пять они нарушили. С самого начала перемирия посёлок Широкино остаётся самой горячей точкой на протяжении всего Мариупольского фронта. Это свыше 20 километров. Нельзя сказать, что везде и повсеместно соблюдается режим перемирия с стороны украинских силовиков. Но то, что стрелять по мирному населению и позициям армии ДНР они стали в разы меньше на других участках, это признать всё же, наверное, стоит. А вот в самом Широкино действительно каждый день продолжаются ожесточённые столкновения. Немножко изменили тактику. Украинские силовики применяют не только профессиональных снайперов, но также небольшие диверсионные группы делают вылазки при помощи пехоты, при прикрытии танков, самоходных, артиллерийских установок и, естественно, миномётных расчётов. Также изменилась тактика именно артиллеристов. Миномётные расчёты батальона «Азов» стали мобильными. То есть устанавливается миномёт небольшого калибра на какой-то автомобиль, например, джипс, повышенной проходимостью происходит несколько выстрелов, и после этого миномётный расчёт сворачивает свой урок. Мы также накидывали они миномётами во все вторыми по нашим позициям. Значит, у нас, как был приказ, ответ не открывать, кроме стрелкового оружия. Вот. Так мы и пока мисси его выполняем. Но всё же, несмотря на все неудачные попытки батальона, полностью продолжают игнорировать режим перемирия. И даже не хотят выйти на связь с командирами армии ДНР, чтобы обсудить возможность прекращения этого огня. Поэтому назвать ситуацию спокойным здесь, на мариупольском направлении, пока не получается. Алексей Репин, Михаил Пудовкин, ДНР. LifeNews.